28 лет назад колумбийские власти совместно с международными спецагентами устранили одного из самых влиятельных игроков криминального мира, босса наркоимперии Пабло Эскобара. Эскобар вошел в историю как один из самых дерзких и жестоких преступников 20 века не только в Колумбии, но и всего мира. Убивая судей, прокуроров, журналистов, уничтожая гражданские самолеты, полицейские участки и лично казня своих жертв, он вместе с тем стал для многих колумбийцев Робин Гудом и воплощением латиноамериканской мечты. Этот человек был больше, чем жизнь, признаются воевавшие с ним американцы. С вами в Техно 2 и мы вновь реконструируем события тех лет и отвечаем на главный вопрос о том, как это было на самом деле. Будущий король кокаина Пабло Эмилио Эскобара родился 1 декабря 1949 года в небогатой семье крестьянина Хесуса Дарья Эскобара и учительницы Хемель де Гавирия из городка Рио-Негро в Колумбии. Детство Эскобара третьего ребенка в семье прошло в окружении шпаны, идлами которой были местные бандиты. Вечерами мальчишки собирались и травили байки о похождениях очередного отморозка. Большую часть своего времени молодой Пабло проводил в бедных кварталах Меделина, который был настоящим рассадником преступности. Эскобар стал красть надгробия с местного кладбища и стирая надписи и продавать их панамским перекупщикам. Затем он продавал сигареты и марихуану, подделал лотерейные билеты. Вскоре он создал небольшую банду и стал промышлять угоном дорогих автомобилей для продажи на запчасти. Когда Пабло было 12 лет, семья перебралась в пригород Меделина, городок Инвигадо. Подросток вскоре приохотился к марихуане, а в возрасте 16 лет будущего наркобарона выгнали из школы. С того дня Пабло начал карьеру бандитес. Создав небольшую группу, он занялся угоном дорогих автомобилей и продажей их на запчасти. Затем Эскобара осенила очередная гениальная идея. Он предлагал свою защиту потенциальным жертвам угона. Тот, кто отказывался платить Банди, вскоре лишался своего стального коня. Это был самый настоящий рэкет. Далее от воровства и рэкета Пабло перешел к совершению более тяжких преступлений, похищением людей и убийством. К 21 году Пабло имел множество соратников. Преступления группировки Пабло Эскобара становились все более безжалостными, жестокими и изощренными. Тем временем в США новое поколение американцев 70-х годов уже не довольствовалось лишь одной марихуаной. Ему требовался более сильный наркотик. И скоро на американских улицах появился кокаин. На этом Пабло Эскобар и стал строить свой преступный бизнес. Сперва он покупал кокаину производителей и перепродавал его к контрабандистам, которые затем переправляли его в США. Абсолютное отсутствие каких-либо тормозов, его маниакальная готовность пытать и убивать, ставило его вне конкуренции. Когда до него доходили слухи о каком-нибудь прибыльном преступном деле, он без лишних церемоний просто-напросто захватывал его силой. Любой, кто становился на его пути или мог хоть как-то ему угрожать, тут же бесследно исчезал. Вскоре Эскобар заправлял почти всей кокаиновой индустрией Колумбии. В марте 1976 года Пабло Эскобар женился на своей 15-летней подружке Марии Виктории Энео Виеха, которая до этого была в его окружении. Через месяц у них родился сын Хуан Пабло, а через три с половиной года дочь Мануэлла. Летом 1977 года Эскобара и еще трое крупных наркоторговцев, объединившись, создали организацию, которая стала называться Меделинским кокаиновым картелем. У него была самая мощная финансовая кокаиновая империя, которой не было ни у одной наркомафии мира. Для доставки кокаина у картеля была сеть распространения и самолеты, и даже подводные лодки. Картель действовал на протяжении 17 лет в Колумбии, Боливии, Перу, Гондурасе, США, Канаде и Европе. Пабло Эскобар стал абсолютным лидером и непререкаемым авторитетом всего кокаинового мира. Он покупал полицейских, судей, политиков. Если подкуп не действовал, случалось, что в ход пускали шантаж, но главным правилом картеля был принцип – плати или умри. Спустя пару лет Меделинский картель уже контролировал более 80% кокаинового рынка США. Вскоре наркобарон номер один решил не переплачивать и за готовый кокаин. Вместо этого он устроил в непроходимых колумбийских джунглях несколько наркофабрик по производству белого порошка. Сами же кокаиновые кусты подручной Эскобара выращивали на юге Колумбии, в безлюдном районе Плато Идолов. Постепенно Павло опутал сетями своего влияния всю Южную Америку. Благодаря хитроумному помощнику Карлосу Ледеру он создал настоящий наркопорт на Багамах – перевалочный пункт при поставках кокаина в США. Сам Ледер прославился акцией «Первая доза бесплатна», которая быстро увеличила число клиентов-наркоманов. Партнер Эскобара купил небольшой остров на Багамах, который использовался как перевалочный пункт на пути в Джорджию и Флориду. Секрет невероятного успеха империи Эскобара во многом был в бесконечном подкупе стражей порядка и чиновников. У всего на свете есть цена, и самое важное – это умение ее определить. Делился своими мыслями с приближенными Эскобар. Он в самом деле мог купить любого. Однажды к перевозке оборудования для нарколаборатории Меделинского картеля было привлечено целое воинское подразделение – 43 сержанта и 5 офицеров. А командовал ими капитан, который немногим раньше прошел курс молодого бойца с наркомафией. Ну а тех, кто сотрудничать не хотел, – Эскобар либо запугивал, либо убивал. Его излюбленным девизом была фраза «серебро или свинец». В 1979 году Эскобар учредил систему социальной помощи, гражданская ответственность в действии, под эгидой которой в Меделине были основаны медицинские центры для малоимущих семей. Созданы зеленые зоны и построены спортивные сооружения. Самая известная благотворительная программа наркобарона стал проект «Медельин без трущоб», предусматривавший строительство тысячи домов в самом бедном районе Моравия. Также в городе был отстроен квартал Пабло Эскобара, который сейчас населяет почти 13 тысяч жителей. Программа получила благословение католической церкви, а в трущобах «Медельина» наркобарона часто видели в компании двух священников, раздававшего деньги беднякам. В 1989 году местный футбольный клуб «Атлетика Националь», спонсором которого был Эскобар, выиграл кубок «Либертадорес», став лучшей командой Южной Америки. Журнал «Форбс» оценил состояние Эскобара в 47 миллиардов долларов. В собственном поместье Асьен-де-Наполис Эскобар создал зоопарк и организовывал бесплатные экскурсии для колумбийцев. После его смерти правительство конфисковало поместье и превратило в национальный парк. В 1982 году он решил превратить популярность политическое влияние и стал членом Конгресса Колумбии. Но министр юстиции Родриго Ларабония развернул широкую кампанию против вложения грязных икаиновых денег в предвыборную гонку. В итоге Пабло Эскобар в январе 1984 года был исключен из колумбийского Конгресса. И его политическая карьера закатилась раз и навсегда. Эскобар этого не забыл. 30 апреля 1984 года министерский Мерседес Бонни расстрелян мотоциклистами в упор из автомата. Сам министр погиб на месте. Впервые бандиты убили в Колумбии чиновника такого высокого ранга. В середине 80-х годов над экс-парламентарием Эскобаром нависла новая серьезная угроза. Администрация президента Рейгана объявила войну наркотикам не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру. Между США и Колумбией было достигнуто соглашение, согласно которому колумбийское правительство обязалось выдавать американскому правосудию кокаиновых баронов, занимавшихся наркотрафиком в Соединенные Штаты. Когда власти США объявили борьбу с наркоторговцами, Эскобар создал террористическую группировку и начал войну с правительством. В 1985 году боевики ворвались в здание Верховного Суда, убили половину судей и уничтожили все документы, которые касались Эскобара. В 1989-м меделинский картель развернул целую кампанию террора против правоохранительной и политиков, призывавших к борьбе с наркоторговцами. За год в Боготе была взорвана штаб-квартира Административного Департамента Безопасности, главной спецслужбы страны, а также редакции газет Эспектадор и Вангардия Либерал. От рук киллеров погибли судья Верховного Суда, полковник полиции и кандидат президента Луис Карлс Галлан. Кроме того, боевиками был взорван Соболен Боинг 727. В результате теракта погибли 110 человек. Используя все свои связи и огромные деньги, Эскобар попытался отменить закон об экстрадиции при помощи коррумпированных чиновников. Поначалу ему это удалось. В 1986 году Верховный Суд отменил договоренность между США и Колумбией, но радовался наркобарон недолго. Спустя всего пару дней новоизбранный колумбийский президент Верхилио Барко аннулировал решение суда и оставил договор в силе. Почти сразу в США отправили одного из ближайших помощников Эскобара. Он сам был вынужден скрываться от властей, создав для этого целую серию убежищ в колумбийских городах. Тут Пабло помогла любовь бедняков. Повсюду у него находились добровольные осведомители, которые при приближении полицейских спешили предупредить о них своего кумира. Вместе с Эскобаром прятались и его семья. Спустя несколько десятилетий сын наркобарона вспоминал, как однажды, будучи в бегах, им пришлось ночевать буквально в чистом поле, где не было даже дров, чтобы разжечь огонь и согреться. Тогда Пабло стал жечь деньги. Главное, что было при нем. За ночь Эскобар стал беднее на несколько миллионов долларов, но семью согрел. «В этой жизни я могу найти замену любой вещи. Но я никогда ничем не заменю своих жену и детей», — любил говорить наркобарон. Правительство Колумбии создало особую поисковую группу, целью которой был сам Пабло Эскобар. В группу вошли лучшие полицейские из отборных частей, а также люди из армии, спецслужб и прокуратуры. Благодаря деятельности группы во главе с полковником Мартинесом, несколько человек из ближайшего окружения Пабло Эскобара оказались захвачены. В конце 1989 года полицейские окружили ранчо, на котором находились лидеры картеля Хильберт Рендон и Хосе Гонсало Родригес Гача. Рендон и сын Родригеса Фредди были убиты в перестрелке, а сам Родригес Гача покончил с собой. Тогда люди Эскобара похитили несколько богатейших людей Колумбии. Пабло Эскобар рассчитывал, что влиятельные родственники заложников окажут давление на правительство с тем, чтобы отменить соглашение об экстрадиции преступников. И в конечном итоге план Эскобара удался. Правительство отменило экстрадицию Эскобара. 19 июня 1991 года, после того, как Пабло Эскобару уже не угрожала экстрадиция в США, он сдался властям. Эскобар согласился признать за собой вину в нескольких незначительных преступлениях. Взамен ему простили все его прошлые. Пабло Эскобар находился в тюрьме Ла Катердаль, которую сам же для себя и построил. Впрочем, назвать тюрьмой то, что в итоге возвел наркобарон, можно было с трудом. На огромной территории располагались бассейн, футбольное поле, сады и водопады и площадка для барбекю. А внутри тюремных зданий нашлось место для казино, сауны, танцпола и многочисленных баров с элитным алкоголем. В 1992 году Пабло узнал, что двоего партнеров по картелю, пользуясь тем, что босс в тюрьме, украли крупную сумму денег. Виновных доставили прямо к разъяренному Эскобару, который пытал их несколько часов, вырывая ногти и дрелью просверливая им колени. В конце концов, несчастных застрелили, а их тела вывезли из тюрьмы. Однако из-за утечки информации о казне вскоре узнала вся Колумбия. Президент Гавирия понимал, что народное недовольство может перерасти в волнение. Кроме того, лидер Колумбии устал от давления властей США, обвинявших его в нарушении договора об экстрадиции Эскобара. В итоге Гавирия решил перевести короля Кокаина в обычную тюрьму. Когда до Эскобара дошли слухи о планах президента, он сразу же покинул Локатордал и пустился в бега. Теперь он был свободен, но у него повсюду были враги. Оставалось все меньше мест, в которых он мог найти себе надежное убежище. Правительство США и Колумбии на этот раз были полны решимости покончить с Эскобаром, его меделинским кокаиновым картелем. Было принято решение преследовать его и по возможности во время ареста ликвидировать. За относительно короткое время организация Лос-Пепис нанесла существенный ущерб кокаиновой империи Эскобара. Ее члены убили множество его людей, преследовали ее семью, сожгли его имение. На фоне всех этих событий, ставший вечным беглецом Эскобар, на редкость, спокойно пережил новость о распаде меделинского картеля. Узнав об этом, он в очередной раз поменял место жительства и обосновался в Лос-Алибас, одном из кварталов Меделина. Именно там, 1 декабря 1993 года, уже бывший наркобарон номер один, встретил свои 44 года. На следующий день после своего дня рождения, 2 декабря 1993 года, Эскобар позвонил своей семье. Этого звонка охотившиеся за ним агенты ждали много часов. На этот раз, разговаривая со своим сыном Хуаном, Эскобар оставался на линии около пяти минут. После этого Эскобара засекли в меделинском квартале Лос-Алибас. Уже в скором времени дом, в котором укрывался Пабло Эскобар, был со всех сторон окружен специальными агентами. Спецназовцы выбили дверь и ворвались внутрь. В этот момент телохранитель Эскобара Эль Лимона открыл огонь по полицейским, пытавшимся штурмом взять дом. Эль Лимон был ранен и упал на землю. Сразу после этого с пистолетом в руках в это же окно высунулся сам Пабло Эскобар. Отстреливаясь, Эскобар вылез в окно, попытавшись уйти от преследования по крышам. Но пуля снайпера попала ему в голову. Наркокороль умер мгновенно. Впрочем, по другой версии, Эскобар понял всю безысходность своего положения. Достал хранившийся при нем пистолет Зигзауэр и покончил с собой. 3 декабря 1993 года тысячи колумбийцев заполнили улицы Меделина. Одни пришли оплакивать его, другие порадоваться. На похоронах Эскобара присутствовали более 20 тысяч колумбийцев. Когда гроб с наркобароном понесли по улицам Меделина, началась настоящая колубинская ходынка. Несущие гроб соратники были сметены толпой. Крышка гроба была сброшена, и тысячи рук тянулись уже к окоченевшему лицу Пабло с единственной целью – прикоснуться к еще недавно живой легенде в последний раз. Но если сегодня в трущобах Меделина задать вопрос о том, кем был Пабло Эскобар? Ни один из опрашиваемых людей не произнесет об Эль Патрона другого слова. Его портреты продаются рядом с портретом Че Гевары. В некоторых местах еще почитают как святого, а на его могилу до сих пор совершают паломничество. Легенда кокаинового короля является одной из основных причин туристического успеха Меделина, а его музей ежегодно посещают десятки тысяч туристов. Смерть Пабло Эскобара по сей день вызывает разночтение и служит вдохновением для создания художественных фильмов и телевизионных программ. А с вами был ВТЕХНО2, всего вам доброго, берегите себя. Увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале.